Научная молодежь в Дагестане Возов страны собрал детей со всей России, некоторых зарубежных стран, таких как Китай, Индонезия, Непал, Турция и ряда бывших советских республик. Кстати, Китай является мировым лидером по числу изобретений, поэтому отсутствие в списке участников форма западных стран, ранее традиционных опережавших другие страны, теперь уже никого не должно смущать. Подействовали не только санкции, но и попытка найти себя в новом содружестве стран. А между тем, дагестанские школьники оказались первыми в общем зачете по призовым местам на форуме «Шаг в будущее». 21 школьника, всего было 31 участник, стали дипломантами и получили награды форума. Шесть дипломов первой степени, пять дипломов второй и пять дипломов третьей степени. Один диплом за лучшую исследовательскую работу по психологии. Три нагрудных знака «Школьник-исследователь» и одна именная научная стипендия. Все это в копилке дагестанских школьников. Ежегодно с сентября по ноябрь в республике проводятся школьные, муниципальные и республиканские этапы конференции «Шаг в будущее», на которой участники представляют проекты исследовательских работ. Жюри конкурса проводят экспертизу проектов, после чего они допускаются к защите в очном формате. Из числа победителей республиканская конференция жюри отбирает участников для международного форума научной молодежи «Шаг в будущее». Вдруг у родителей может возникнуть вопрос «А что это даст моему ребенку?» В Дагестане, знаете ли, все осведомлены о том, в какой жесткой конкурентной борьбе проходит ЕГЭ. Как устраивают своих детей? А будет ли лифт? Да, тот самый, образовательный, социальный. Министерство отвечает утвердительно. Участие и победа в форуме «Шаг в будущее» дает ребенку дополнительные баллы при поступлении в любой вуз России. И что важно, данные о ребятах поступают в единый информационный ресурс одаренных детей, что позволит их сопровождать дальше. То есть, эти дети завтра будут определять научное, образовательное, культурное, экономическое, политическое, почему бы и нет, будущее региона, а возможно и страны. Дипломанты первых, вторых степеней и третьих получили также специальные рекомендации для публикации в сборнике научных статей по итогам международного конкурса «Шаг в будущее». Они, кстати, тоже учитываются в показателе деятельности оценки глав субъектов, там, где учитываются результаты Всероссийской Олимпиады школьников и результаты публикации школьников в научных журналах всероссийских и международных. Данные публикации этих ребят тоже будут опубликованы и внесены, и будут учитываться в показателе деятельности главы Республики Дагестан. Часть из ребят получает прямые приглашения от вузов для поступления на учебу. К примеру, вот мы уже видели приглашения от МИРЭ, от приглашения от МГТУ имени Баумана, были приглашения от корпораций различных, которые готовы по целевому обучению брать на себя сопровождение для дальнейшего трудоустройства у себя в корпорациях. Однако вдохновляющую новость про победу детей из Южной, некогда проблемной республики, мы и не увидели на федеральных СМИ. У сами репортера Первого канала мы лишь узнали о разработках детей из других регионов, но никак не дагестанских школьников. Это как раз не удивляет. Мы привыкли, что нас игнорирует центральное телевидение. Может удивить другое. Как же так получилось, что дагестанские дети оказались лучшими в такой сложной сфере? Кто их готовил? Как их готовили? Школьников готовили тщательно и скрупулезно, и к этому свою руку приложил целый эшелон педагогов и наставников. Руководил этим процессом педагог, по-настоящему болеющий за настоящее и будущее научной молодежи, заместитель директора лицея номер 3 Зумрия Дадашевна Самедова. А между тем дагестанские протоновации заслуживали особого внимания. Одна из разработок школьника Абдулла Билолова из Махачкалинского лицея номер 8 относилась к перспективному инновационному материалу графену. А научным наставником его был известный ученый, физик, доктор физико-математических наук Заур Али Султанов. Конечно, не обошлось и без помощи Республиканского Министерства образования и науки. Внушительная делегация была у 38-й школы Махачкалы. Она вывела на форум «Шаг в будущее» 11 детей, больше всего среди школ страны. Из них 7 юных инноваторов, 7 по 10 класс стали призерами-обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени. А минную научную стипендию имени Академика Колесникова за высокие научные результаты получил ученик 10 класса Асадулла Магомедов. Куратором научной деятельности выступила талантливый педагог с большим опытом Светлана Павловна Новодворская. Коллаборация науки, средняя школа и высшая школа – это то самое, что создает собственных платонов и быстрых разумом нефтонов. Бывают, конечно, и самородки, но в данном случае цель образования и подобных форумов – выявить не только одаренных детей, а оторвать детей от соблазнов и гаджетов, вдохновить их к занятию исследованием и изобретательством. Дагестанские детишки смотрелись уверенно, и за их разработки не было стыдно ни перед столичным, ни перед международным сообществом. Так, дипломы 1 и 3 степени получил 11-классник Дербенской школы номер 19 Тамерлан Ехьяев в индивидуальном зачете интеллектуального конкурса «Технология развития памяти и логики». А 11-классники Махачкалинской школы 56 Тамерлан Рашидов и Гасан Абдулаев получили дипломы 2-й степени и нагрудные знаки «Школьник-изобретатель» за разработку инженерных устройств, технологических процессов, моделей и конструкций, за новые методы научного эксперимента и технологизации знаний, которые позволяют создать материальную основу будущего. Ребята талантливы во всем, поэтому они пример для подражания и для своих сверстников. Конечно, и нам очень приятно, что в республике вот молодежь наша такая активная, активная во всех направлениях. Мы знаем об успехах в спорте среди нашей молодежи. О спорте больше знаем. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы об успехах в образовании тоже вот так много знали, но всему свое время, наверное. Если сейчас, может быть, в современное время успех в спорте более интересен вниманию общественности, чем успехи в обучении. Но, тем не менее, успехи в обучении тоже есть. Мы, со своей стороны, не умаляя успехов в спорте, на них тоже обращаем внимание. Так что будем стараться работать так, чтобы таких ребят, увлеченных, старающихся, было гораздо больше. Форум научной молодежи остался как-то незамеченным и информационным обществом Дагестана, привыкшим к громким новостям с негативным метками, типа убил, порезал, оторвал, выстрелил, скомкал, упал. Надо сказать, что заслуги одаренных детей ложатся в рейтинги главы региона, а не только престижи из публики и школ, в которых они учатся. Опять мы незаслуженно много внимания уделяем спортсменам без правил, а детям по правилам научной мысли работающих. Внимание! Кот наплакал. Надо здесь создавать инкубаторы и тепличные условия детям с научным и творческим будущим, чтобы им не захотелось быстрее отсюда выпорхнуть и оказаться в каком-нибудь наукограде, навсегда оставив родную республику, ведь они так ее любят. Жюри было восхищено патриотическим настроем наших детей. Нас уничтожить санкции не в силах, пели они. Давайте докажем и покажем мы, взрослые, что не только санкции, но и черствость и бездействие чиновника на местах не будет в силах их уничтожить, как творческие единицы. Хорошо, если такой преступной черствости вообще не будет. Ведь эти дети приближают будущее. Оставайтесь людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова